Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрировал аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первой ссылке ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй же тебя ждет золотой кейс, который ты сможешь открыть, и то, что тебе выпадет, заберешь себе на свой новый аккаунт. По третьей ты сможешь получить випку и пушки неон. Также недавно была открыта четвертая ссылка, где ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Если ты прошаренный парень, ты сможешь забрать весь донат со всех этих ссылок. Также в описании будет ссылка с гайдом, где ты всегда сможешь забрать себе халявный донат. Начни играть по этим ссылкам и огромная остатка, качественный отгиб и реально клевый аккаунт тебе гарантирован. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега. Прежде чем начнем это видео, хочу для своих подписчиков разыграть три допуска к синдикату. Если он у вас уже есть или не нужен, вы можете получить боевые очки или же криты. Что при участии, все лишь ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Знаете, я задумался вот таким вот вопросом, действительно ли донат в Warface решает? Ведь многие приходят в эту игру и многие уходят из этой игры и говорят то, что донат решает. И естественно, у людей, которым очень сильно нравится Warface, вообще пригорает абсолютно от всего, когда об игре плохо отзываются. Мне тоже неприятно, потому что в Warface очень много времени считали вообще зашкварной игрой. И в принципе, говорит, что ты играешь в Warface, было не очень приятно. И в какой-то момент игроки уходят из этой игры, говорят то, что донат в этой игре решает. И почему-то вот мне сразу хочется сказать, нет, донат не решает. Но посидев и подумать, немножко хочется сказать, что все-таки решает. Я не знаю, кто играет в эту игру без доната, без какого-то юмора, без какой-то иронии, шутки. Я вас уважаю, вы красавчики. Я не знаю, как вы это делаете, потому что у меня это не получается. Возможно, я настолько зажрался, что у меня руки настолько искривились, что я в принципе не могу себе этого позволить. Либо настолько дезмораюсь о том, что я в принципе понимаю то, что у моего соперника оружие лучше, чем у меня. В Warface вообще такой эмоциональный момент есть, то, что когда ты понимаешь, что противник чем-то сильнее, у него там пинг лучше, у него там компьютер лучше, ты уже себя как-то подавленнее чувствуешь и уже настроен на проигрыш. Хотя это немножко неправильно. В Warface вообще какое-то довольно странное мнение началось собираться, то, что если у человека что-то лучше, то это все, забей. И поэтому в Warface принято ныть абсолютно на все. Если ты, дорогой друг, не ныл на что-то в Warface, то ты, пожалуй, вымирающий вид комьюнити. Приведу пример с меня. Я попробовал поиграть на стриме с разными пушками. Вот, какие у меня есть золотые пушки, пробовал со всеми играть. И вы не поверите, мне ни одна не понравилась. Я играю штурмовиком, я бомблю на снайпером. Я играю медиком, я бомблю на инженеров. Я играю инженеров, я ненавижу штурмовиков. Я играю снайпером, я ненавижу всех. Если так подумать, я ненавижу абсолютно все, что играет против меня. Многие поднимают всякие темы насчет того класса или иного класса. На самом деле, все более-менее баланс. Проблема в оружии, которое люди используют. Например, возьмем Беретту RX. Вот серьезно, есть этому оружию какой-то варбаксовый аналог? Серьезно? Это оружие, которое нереально всех выпиливает, нереально всех гнет. Я не поверю, что в Warface действительно хоть кто-то найдет варбаксовое оружие, которое перестреляет это оружие. Даже если на S-VAL установить макрос, хотя это уже неправильно будет нарушение правила игры, то все равно Беретта будет круче. Взять Ускон, который новый добавили, зажимной дробовик, который выносит все. Какой дробовик за варбаксы может составить ему конкуренцию? Хрис Кастом. Я вообще не хочу говорить о этом оружии, потому что в последнее время у меня просто пригорает от этого оружия. Я не понимаю, я его собрал абсолютно уже каждый человек в Warface. А он есть абсолютно у всех, против кого не запускаешься. Ромбик, не ромбик, абсолютно у всех. Беда не в том, что их настолько дохрена. Действительно инженер стал каким-то не инженером с этим кресом. Он уже и на дальней дистанции к тебе перестрелит. Уже охреневает, просто выносит тебя мгновенно, каким классом бы ты не играл. Вы нам часто замечали то, что я бомблю на снайпера. То, что якобы снайпер слишком легкий класс. Потому что за него якобы все попадают. Не знаю, когда я беру снайпера, я действительно могу по пять раз промазать, потом в кого-то попасть. Вы знаете, вот посмотря на снайпера, взять какой-нибудь Кракен, Скаут, я не скажу то, что им нету аналогов. Есть аналог, Орсис М45. Снайпер, он и в Африке снайпер. Снайпер, главное, чтобы ваншотил. Фазумы, не фазумы, это все дело вкуса. Не все фазумят. Больше снайперов убивают, это просто стоя в прицеле. Стать в прицеле можно абсолютно с любой снайпер. И вот сейчас поднялась тема о том, что снайпер дисбалансный класс. Если подумать, поразмыслить, он не дисбалансный класс. Почему многие люди берут снайпера? Потому что штурмовикам нужны береты, нужны какую-то крутую руку, чтобы кого-то перестрелить. Медикам, усконы, в принципе, медикам думать надо. Инженерам тоже хоть как-то думать нужно, бомбу ставить. Крис какой-нибудь нужен. А для снайперов тебе достаточно зайти в магазин и купить тот же самый Орсис. Орсис, я не скажу, что он даже хуже, чем Кракен. Сколько бы вы не бомбили на меня, ну не нравится мне этот Кракен. Не знаю, что вы в нем нашли. Обычная снайперская винтовка. Только знаете, в чем отличие? Когда я держу Кракен в руках, почему-то люди должны рассчитывать. Ну это же Кракен, ты его убил в фазуме, ну это Кракен. Ты убил его через... Это Кракен, ты убил... Ты сыграл 14 на 2, ну это Кракен. Знаете, я возьму ту же самую Альпину, сыграю абсолютно так же и все хренеют. Нифига себе, это Альпина, варбаксовый ствол, она не фазумит. Она еле там ваншотит, как он это сделал? Хотя это сделать для меня будет не особо труднее. Альпина мне намного больше нравится, чем Кракен, серьезно. Наверное, вы часто замечали людей, которые в чат очень любят что-то написать. Ну или в принципе сталкивались с людьми, которые абсолютно на все ноют. Не вижу в этом ничего плохого, это игра, эмоции. Зайдя на мой стрим, вы сами увидите то, что я постоянно ною, мне постоянно что-то не нравится. Может быть это, конечно, вкусовщина, но когда я вижу, что против меня оружие, которое является самым сильным, по моему мнению, то ли Бешберет или Крис, а я играю с каким-то говном, я уже морально не могу против него играть. Потому что я уже понимаю, если я останусь с ним один в один, мне нужно будет очень хорошо думать, чтобы начать в него стрелять настолько впервые, чтобы он не смог мне перестрелять, чекать дистанцию. Если я останусь Крисом против хоть вообще кого-то, я даже думать не буду. Я просто займу какую-то позицию, начну в него сжать и рандом сделать все за меня. Ведь у меня 5 палок, 240 герц, мощный компьютер, куча доната на аккаунте. Просто иди играй, ты будешь иметь все, что движется. Но на своем опте понимаю, когда я вижу то, что у меня все это есть, я даже не стараюсь играть. Я просто бегу и все эти девайсы делают все за меня. Когда у вас слабый ком, слабый пинг, вы видите какого-то противника, вы пытаетесь его убить, пытаетесь его передумать. Вы понимаете, что у вас слабый ком, вы потеете, вы пытаетесь что-то сделать. Когда я понимаю то, что у меня по идее пинг, 5 палок, у меня все должно пройти, компьютер мощный, 240 герц, я просто бегу, не думаясь на расслабоне, пытаюсь его убить и получить от этого какое-то удовольствие. То же самое, когда вы играете с варбаксами, вы на подсознательном уровне потеете, потому что понимаете, что у противника оружие намного лучше, чем у вас. И чтобы его перестрелять, вам нужно как следует сосредоточиться, занять какую-то крутую позицию и убить его Я считаю, что в Варфейсе нету скилла, потому что когда решает Данат хоть немножко, это в любом случае плохо Я могу назвать некоторые оружия, которые реально неплохие, например УЗИПРО Но опять же, это не Крис, хотя не особо она и хуже Да и то я не удивлюсь, если эту же самую УЗИПРО просто возьмут и пофиксят Так что я на самом деле лучше помолчу Ведь много в истории Варфейса было таких моментов, когда реально добавляли какой-то хороший варбаксовый ствол С ним начинали играть абсолютно все, он становился реально имбой, его просто брали и фиксили А все потому, что варбаксы никогда до этого момента не были Может быть после этого видео будут, но никогда до этого момента не были лучше, чем до нас А если были, то это была ошибка и их уже пофиксили В Варфейсе нету скилла, потому что всегда ты будешь находить какие-то отмазки Всегда ты что-то будешь делать, даже я вроде с пятью палками до 40 герц нахожу отмазку для вас О том, что я просто не стараюсь или понимаете, я просто мало играть стал Ну или просто Варфейс лагает или еще что-то Для меня теперь стала новая отмазка, то что мне вот просто не нравится плавность в Варфейсе Ну как бы вот то, что ты пытаешься запрыгнуть, на что-то тебя откидывает Ты начинаешь с кем-то перестреляться, тебя часто очень откидывают Да это проблема не пинга, не компьютер, это проблема именно серверов Скоро Варфейс перейдет на 64-битную систему, многие около 32 бита Это конечно очень слабые компы, не позавидуешь людям, которые из таких компов играет Варфейс Но может быть что-то станет лучше Также Варфейс сейчас очень сильно лагает звук и просто черик может пробежать тебе в спину И ты его вообще никаким образом не услышишь и он убьет тебя Неважно какие у тебя наушники, я захожу в другие игры и я слышу абсолютно все Поймите, даже если у вас такие капельные наушники, вы должны сделать громкость на максимум Вы все равно должны впритыки его услышать Может быть как раз эти моменты не позволили мне нормально играть у ПНК Потому что я не могу реально сосредоточиться, реально тренироваться, когда есть вот такие вот проблемы Потому что я понимаю, хоть это был бы турнир, хоть не турнир, как бы мы не потели После первого такого опрокида, после первого непрохождения урона, какого-то телепорта, забагования звука У меня сгорит так сильно жопа, что я зачились на всю катку Поэтому я думаю скилл в Варфейсе довольно посреднический Потому что лично я куда не зайду, все в эту игру научились очень хорошо играть У всех есть донат, против кого я играю, вот я спрашиваю на стримах Ребята, у вас есть донат, все говорят нету доната, мы играем без доната, мы вообще не донат в игру Куда я не зайду, в какую комнату я не зайду, всегда в этой комнате будет куча берет, куча крисов, куча донат Может быть конечно так баланс работает, потому что в Варфейсе, вот честно признаюсь, есть хороший баланс То есть если у тебя реально хреново, ты реально хреново играешь, у тебя реально хреновый комп Ну примерно хотя бы 70% будет, то что на паблике тебя будут кидать против таких же примерно противников А если бы в Варфейсе был примерно такой же баланс, как в Фортнайте То есть вас кидал бы абсолютно против любого человека, который есть на сервере Не важно какая у него стата, не важно сколько у него матчей, было бы намного жестче Мне честно говоря кажется, что даже в Варфейсе есть какие-то отдельные сервера для тех, у кого слишком плохие компьютеры Потому что иногда заходишь к какому-нибудь ромбику со 100.0.30 и понимаешь, что там вообще ни у кого нету больше 40 фп Я вот критикури предлагаю, я не знаю, классы никак фиксить нельзя Классы довольно сбалансированные, каждый класс делает какую-то хорошую, отличную работу Проблема скорее всего опять же кроется в донате, то что донаторские пушки намного лучше варбаксовых Ну лично, как я вам говорю, например, сыграв с беретой, взять какой-нибудь аэс вал Лично я такой же уровень игры не смогу показать Возможно я сыграю тоже неплохо, но это будет именно от того, что я понимаю, что я играю с варбаксовой пушкой Мне нужно аккуратно, мне нельзя врываться на плент, мне нужно рашить кого-то Мне нужно играть аккуратно и в зависимости от этих действий я сыграю как-то более-менее Но когда у меня в руках будет какая-то берет, я просто моментально врываюсь на плент с уверенностью выношу все Вообще фиксить оружие в варфейсе плохо Ну админы, к сожалению, вот так вот сделали то, что они постоянно что-то фиксят, постоянно что-то апают То есть они вот пофиксили сначала хани бэджер, потом опять уапнули, фиксили скар, потом опять уапали И в итоге никто с ним не играл Было бы неплохо, если они пушки перестали фиксить, а просто докрутили варбаксовые пушки Чтобы они были, ну, примерно наравне с донатом Или вообще вели такую пушку, которая действительно хотя бы единственная в своем роде будет лучше, чем донат Легендарная ветка поставщиков, миллион очков нужно, чтобы открыть САП-6 Ну какой же это дерьмо, не дробовик, я с ним играл и не понимал, ну что это за говно Самый максимальный урон, понимаю, есть какие-то скрытые множества, это фигня полная Миллион очков за пушку Супервипкой нужно хреначить и ПВЕшки, чтобы как-то эту пушку открыть А как людям без вообще випа каких-то открывать это оружие, которые вообще ПВЕ не играют Вау, я наконец-то ее открыл спустя два года, ну-ка возьму, поиграю Это что за говно вообще, а? Лично я хочу, чтобы варбаксовые пушки, например, из легендарной ветки поставщиков Это же легендарная ветка Они были настолько играбельны, что их хотя бы хоть кто-то юзал даже на турнире по Warface Open Cup Хотя по статистике мы понимаем то, что там никто ни хрена не юзает для скилла Есть какая-то имбовая пушка, ту и беру Как вы считаете, друзья, решает ли донат в Warface и вообще на что вы жалуетесь в Warface? По-любому есть люди, вот я не верю, что есть люди, которые реально на что-то в этой игре не жалуются Не верю, что есть люди, которые сидят и просто не жалуются, ну хотя бы хоть на что-то в этой игре Спасибо огромное, друзья, за просмотр Не забудьте поставить лайк, написать в комментарии, что вы об этом думаете Все ссылки есть в описании С вами был Серега, благодарю всех, друзья, за просмотр Мы с вами увидимся Пока О, через тер, через терр стреляют А, ну тут было невозможно выиграть Уничтожил всех